Пока Шойгу пытается перехватить бразды правления у вагнеровцев в Африке, в Бурятии в принципе развернулась практически гражданская война. Там российские полицейские ведут отстрел, реально можно назвать отстрел, там реально применяется боевое оружие, убивают добытчиков, отлавливают, ну естественно с применением оружия, когда не могут отловить или те отказывают сопротивление, вступают в перестрелки. Там фактически, ну я бы сказал так, что-то вроде маленькой гражданской войны. Добытчики нефрита, есть такой минерал, там его моют и вот кто-то из местного руководства решил, что надо отобрать у бурятов этот нефрит и вызвали подразделения полиции, которые проводят вот такие рейды по отлову и уничтожению. В случае сопротивления бурятов, которые занимались вот этим добычей нефрита. На аэродроме, а в это время на аэродроме Энгельс, помните, да, мы все знаем этот аэродром, это была основная база стратегической авиации расистов на Москве и оттуда все Ту-95 взлетали с крылатыми ракетами и Ту-22 взлетали с крылатыми ракетами и наносили удары от Энгельса совсем рядом до Каспийского моря, наносили удары по территории Украины. Потом там случилось несколько бавов, хлопков на аэродроме, было повреждено несколько самолетов, в результате они улетели за полярье туда в Мурманск, где-то под Мурманск, точнее на военную базу и теперь они оттуда летают. Но некоторые уже, я так смотрю, самые смелые стали оставаться здесь в Энгельсе, потому что это база, всю перенести технику невозможно. Это самолеты поднялись и перебазировались. Так вот, те самолеты, которые остаются на стоянках в Энгельсе, до чего додумались москариты? Додумались до того, что крылья этих самолетов обкладывают покрышками. Я правда не знаю, какой... И они надеются, что если прилетят дроны, вдруг опять, как это было в Крестах, в Пскове, и посекут шрапнелью, посекут фюзеляжи самолетов, тем самым выведя их из строя окончательно и бесповоротно, то покрышки спасут крылья. В крыльях топливные баки, как правило, находятся у самолетов, у основной части конструкции. Вот. Так вот, защитить крылья. Так, а подождите, а фюзеляж, чего же вы не обвязываете по кругу тогда покрышками? Потому что фюзеляж открытый, вот на фотографиях, можете погуглить, есть эти фотографии в интернете, где сверху снята вот этот Ту-95, у которого на крыльях лежат покрышки, а фюзеляж голый босый. То есть можно, если крыло там... Хотя я не думаю, что покрышка, это взрыв. Это фактически, это шрапнель, какое-то расстояние преодолевает с такой же скоростью кинетической энергией, как пуля, выпущенная из, допустим, пистолета. Да, да, дистанция небольшая, но ее убойная сила имеет место. На определенном расстоянии. И как бы эти покрышки не спасут. Тем более покрышка, она же кольцеобразная. Ну вот такое вот они придумали. Они считают, что все, они покрышки положили, самолет защищенный. Можно идти спать. Кстати, если попадут в топленные баки, они начнут гореть, эти покрышки еще усугубят ситуацию, потому что резина, вы же знаете, потушить, когда покрышка разгорелась, потушить ее не очень тяжело. Ну и завтра должно в Москве состоять... в Сочи, точнее, не в Москве, в Сочи должны состояться. Эрдоган додавил Путина и вынудил его идти на переговоры. Как сообщает турецкая пресса, завтра на переговорах будут обсуждаться два основных вопроса. Это первое, возобновление зернового соглашения. Ну, я так понимаю, тех на условиях Турции. Это раз, потому что тут Эрдоган ведущий. Путин ведомый в этих переговорах. И второе, Эрдоган попробует решить вопрос обмена военнопленными между Россией и Украиной. Не знаю, насколько он очень хочет сыграть роль миротворца в нашей войне, но у него большие амбиции по поводу Крыма, я так понимаю. Для них это плацдарм в Европу, вход в Европу, я имею в виду своими грузами и товарами, которые Турция сегодня либо производит, либо транзитирует. Поэтому он будет цепляться и роль миротворца очень сильно могла бы поднять престиж и статус самого Эрдогана на международной арене, что ему крайне сегодня необходимо. По его статусу, по его намерениям стать лидером Ближнего Востока. Он претендует на такую довольно серьезную роль.